Спасибо, профессор Семигразо, профессор Сираков, и друзья, я рад быть здесь с вами, чтобы сегодня обсудить развитие таких опухолей на ранних стадиях. С удовольствием обсужу интересные последние данные. На сегодняшний день известно, что эндокринное лечение – это современный метод, который может снизить рецидив. На сегодняшний день это стандартный метод лечения, который дополняет лечение моксифеном или различные методы лечения, основанные на подавлении гормональной активности. Тамоксифен плюс индибитры ароматазы на протяжении 5 лет. На сегодняшний день подошли новые сведения, которые дополнили варианты лечения женщин в периоде до менопаузы. Комбинация тамоксифеном плюс индибитры ароматазы или тамоксифен плюс супрестеринная терапия. Для пациентов после менопаузы режим перечислен на слайде. В частности, тамоксифена более 5 лет или индибитры ароматазы 5 лет тамоксифена, или индибитры ароматазы плюс таргетированные препараты. Конечно, сама вероятность избежать химиотерапии очень и очень интересна, особенно если можно использовать какие-то биомаркеры. Итак, как новые сведения могут изменить наши стандартные терапевтические подходы? Итак, пациенты в предменопаузе могут получать лечение тамоксифеном или тамоксифеном плюс супрестеринная терапия. Методические рекомендации, которые на сегодняшний день действуют, на сегодняшний день не дают весьма четкого представления. Отличаются различные методические рекомендации, в частности, американские и европейские. На сегодняшний день, благодаря новой информации, есть данные исследования SOFT, где пациенты в преми на паузе рандомизировались в группы либо тамоксифена, либо комбинированного лечения тамоксифеном и супрессионным гормональным лечением. Поэтому сравнение здесь проходило между тамоксифеном и тамоксифен плюс супрессия. Здесь не было выявлено статистически значимых преимуществ того или иного метода лечения. Безрецидивная выживаемость примерно 84,7% в группе тамоксифена и 86,6% в группе тамоксифен плюс супрессионная терапия. Отношение рисков 0,83, то есть статистически незначимо. С другой стороны, статистически значимая разница с точки зрения переносимости комбинированного лечения. Его пациенты переносят хуже, чем монотерапию. Там и гипертония, и бессонница, мышечная боль, остеопороз, сухость слизистой влагалища и непереносимость глюкозы. Плюс токсичность была выше в группе комбинированного лечения по сравнению с группой тамоксифена. Поэтому отсутствие статистически значимых исходов, статистически значимой разницы исходов, но присутствие в плане осложнений приводит к мысли о том, что все-таки стандартным лечением в этой группе следует считать лечение тамоксифеном. А вот индибиторы ароматазы в комбинации с супрессионной терапией, лучше будет тамоксифен или хуже? На сегодняшний день есть данные по комбинированному исследованию. Исследование сравнивало, конечно, не индибитору ароматазы плюс подавление, а индибитор ароматазы плюс супрессионная терапия по сравнению с группой тамоксифен плюс супрессионная терапия. То есть сравнивалось две группы комбинированного лечения. Порядка 5,5 тысяч пациентов участвовало в этом исследовании. На сегодняшний день преимущество за группой тамоксифен плюс супрессионная терапия, пятилетняя безрастивная выживаемость в этой группе была больше, 91,1% по сравнению с группой второй, где 87,3%. Статистически значимое отношение рисков. Но, опять-таки, таблица справа. Переносимость комбинированного лечения экземистаном по сравнению с тамоксифеном оказалась хуже. Опять-таки, это боли в мышцах, риск остеопороза, вероятность переломов выше, ишемия миокарда, сухость влагалища, снижение либидо и диспарония, болезненные половые акты, в связи с чем, опять-таки, первый режим лечения может оказаться менее предпочтительным и менее переносимым пациентами. Опять-таки, мое мнение, что индибитер ароматазы плюс супрессионная терапия на протяжении 5 лет это хороший метод лечения для пациентов высокой группы риска, но не для пациентов старшего возраста. Особенно это хорошо у пациентов, у кого есть противопоказания к тамоксифену, в частности, пациентов с гиперплазией эндометрии, у пациентов с тромбозом вен или различными видами тромбоэмболии в анамнезе. В постменопаузальном периоде индибитеры ароматазы это стандарт лечения, будь то как последовательная терапия или как единовременный метод лечения, статистически значимо были доказаны преимущества по сравнению с монотерапией к тамоксифеном. Вопрос в том, какова предпочтительная стратегия лечения. На мой взгляд, надо начать с тамоксифена, перейти на индибитеры ароматаз, и это может быть преимущественно для пациентов с низким риском ранних рецидивов, особенно пациентов с противопоказаниями к тамоксифенами ароматазы, в частности, остеопороз. И еще стероидные индибитеры ароматаз, могут оказаться предпочтительными в случае пациентов с риском остеопороза. Есть одно исследование МА27, которое продемонстрировало, что экзамистин по сравнению с нестероидными дебитерами ароматаз дает меньший риск остеопороза. Теперь пациенты, получающие лечение, уже получают тамоксифен, уже в периоде преминопаузы или периминопаузы, отменять тамоксифен или продолжить еще на протяжении 10 лет лечение тамоксифеном. Есть всяческие резоны продолжать лечение тамоксифеном, потому что триженегативный рак грудной железы опухоли. Это группа риска рецидивов в первые пять лет после операции. Если гормон положительная, опухоль, то с пятого по десятый год и даже за десятый год мы видим, что риск рецидивов отличается от группы негативных опухолей, соответственно, красные и зеленые столбики. Исследование, которое изучало 10 лет тамоксифена, продемонстрировано, что это лучше, чем пятилетний режим тамоксифена. Это исследование ATLAS на материале порядка 7000 пациентов. Дельта здесь в пользу тамоксифена, то есть есть убедительные клинические преимущества тамоксифеново режима лечения за границей 5 лет. Исследование ATLAS и исследование ATLAS в этом плане совпадают и дельта здесь тоже похожие. Итак, продление режима тамоксифена дает преимущество для наших пациентов. Есть токсичность, опять-таки риск риска эндометрия, риска тромбоэмболии, имеется конечно же риск того, что последуют какие-то клинические и другие клинические проявления, это естественно следует помнить. У пациентов в постменопаузальном периоде, которые уже получают лечение тамоксифеном, возникает вопрос о том, продлевать ли тамоксифен на период до 10 лет или перейти на ангибиторы ароматазы. Три исследования очень убедительно продемонстрировали, что через 5 лет тамоксифена преимуществен переход на предпочтительный переход на ангибиторы ароматазы. Вот число пациентов, затем длительность лечения ангибиторами ароматазы и очень адекватные данные, демонстрирующие качество эндокринной терапии. И переход на ангибиторы ароматаз дает существенное снижение рисков практически на 50% от показателей почти по всем этим трем исследованиям. Таким образом, можно либо продлить режим тамоксифена до 10 лет, либо перейти на ангибитор ароматазы, опять-таки, с учетом возможных рисков и преимуществ для конкретного пациента. Также следует помнить, что в одном из исследований где изучался переход на ингибиторы ароматазы, это пациенты, которые в течение первых 5 лет тамоксифена оказались в периоде постменопаузы. То есть, это была особая группа пациентов. Теперь 5 лет лечения ингибиторами ароматазы или последовательная терапия тамоксифен плюс ингибитор ароматазы. Здесь три основных направления развития. Либо продолжить на период до 10 лет ингибитор ароматазы, либо тамоксифен продлить на период до 10 лет, либо отменить ингибитор ароматазы, тамоксифен. Есть косвенные свидетельства того, что еще 5 лет тамоксифена после 5 лет эндокринного лечения имеет имеет благоприятный эффект. Это косвенное исследование исследования Атом и Атлас. Нет доказательств того, что продолжение ингибиторов ароматазы дает хоть какие-то преимущества. По этой линии продолжаются исследования. Стандартное лечение до сегодня это все-таки отмен ингибитора ароматазы через 5 лет. один из главных факторов в принятии решения о том назначить ли более эффективный, но при этом более токсичный метод лечения, так вот все это зависит от индивидуальных рисков рецидивов, особенно с учетом поздних рецидивов за пределами 5 лет после постановки первичного диагноза. Поступает информация по генетическому секвенированию, и вот генетический профиль можно использовать для выявления пациентов с потенциальным риском поздних рецидивов, в частности индекс рака молочной железы, этот индекс различает, обладает достаточно чувствительностью для того, чтобы различить пациентов с высоким средним и низким риском поздних рецидивов, и таким образом может выявить группу пациентов высокого риска за пределами пяти лет те же данные секвенирования могут выявить пациентов высокой группы риска. Это было доказано в двух когортах пациентов. То же касается шкалы эндопредикт, обладающей достаточной чувствительностью для предсказания рецидивов в первые пять лет после оперативного вмешательства, и исследования позволяют различить пациентов с высоким рецидивом после первых пяти лет адювантной эндокринной терапии. И наилучшие результаты это шкала БАМ-50 ПАМ-50 которая выявляет пациентов с высоким риском рецидивов за пределами пяти лет. Шкала ПАМ-50 обладает для этого достаточной чувствительностью. Таким образом резюми рассказанное на сегодняшний день эндокринные методы лечения это краеугольный камень пациентов в преминофаузе. Атамоктифен на пять лет это стандартный метод лечения на сегодняшний день. Все еще можно для некоторых групп пациентов продлить режим до десяти лет. Это хороший режим для пациентов высокой группы риска без противопоказаний. Комбинированное лечение супрессионной терапии плюс ингибитор ароматазы это еще один хороший вариант для лечения пациентов высокой группы риска имеющих противопоказания к тамоктифену. Два этих последних пункта естественно характеризуются токсичностью. У пациентов в постменопаузе ингибитор ароматазы на протяжении пяти лет или последовательная терапия переносимость и нестероид ингибитора ароматазы третий пункт предпочтительен у пациентов с остеопорозом в периоде после менопаузы. Расширенный режим эндокринного лечения применим для пациентов особых групп. В частности это те, кто получали пять лет ингибитора ароматазы уже после пяти лет амоксифена либо пять лет амоксифена после пяти лет ингибитор ароматазы. Поэтому у нас здесь нету сейчас прямых данных есть косвенные данные исследования атлас или десять лет ингибиторов ароматаз. По этим пациентам нету никаких непосредственных данных на сегодняшний день но все это представляет собой хорошую альтернативу химиотерапии. Есть новые исследования и их данные которые свидетельствуют что на поздних стадиях хороша эндокринная терапия при отсутствии противопоказаний и в заключении к сожалению все рецепторы позитивной опухоли будут так или иначе характеризоваться вторичной резистентностью поэтому комбинированное лечение здесь может рассматриваться как эффективное на сегодняшний день на сегодняшний день есть два четких показания для комбинированного лечения с тем чтобы обойти первичную или вторичную резистентность вот данные исследований приведенные на слайде эти исследования довольно убедительно продемонстрировали что монотерапия малоэффективна в опухолях где наблюдается резистентность однако добавление тортозума может дать большие клинические преимущества для пациента и улучшить среднюю безрецидивную выживаемость пациентов три исследования в этом совпали эффективная комбинация таргетной терапии это ингибиторы ароматазы плюс тамоксифен ингибитор мтор эверолимус два исследования продемонстрировали эффективность этой комбинации это исследование тамрад и болеро медиан выживаемости и безрецидивная выживаемость здесь была хорошая и одно было исследование негативное там была комбинация с эролимусом также мтор ингибитором но в этом исследовании большинство пациентов имели эндокринно наивные опухоли и еще ингибитора CDK4-6 которые были продемонстрированы в двух исследованиях ПАЛОМА-1 и ПАЛОМА-3 вот два этих исследования приведены на слайде вы видите режимы литрозол и литрозол плюс пальпоциклиб а исследование ПАЛОМА-3 изучало комбинацию фульвестранта плюс плацебо или фульвестранта и пальпоциклиба опять-таки вы видите соотношение рисков и преимуществ и улучшение безрецидивного безрецидивной выживаемости то есть эндокринный метод лечения это стандарт лечения на сегодняшний день остается стандартным лечением на ранних и поздних стадиях заболевания при первичной резистентности можно назначить комбинированное лечение с упрессивными методами плюс ингибиторами ароматаза в премии на паузе или расширенной адювантной терапии в пре-пост менопаузе можно назначить дополнительные методы лечения с тем чтобы избежать химиотерапии в частности расширенные методы неадювантной терапии здесь очень уместны и также уместны комбинированные методы эндокринного лечения в частности это комбинированные методы лечения указанные на слайде в случае различных позитивных опухолей это различные комбинированные режимы ингибиторов аромата с эвролимусом тамоксифена с эвролимусом и другие режимы указанные внизу слайда к сожалению помимо опухолей позитивных по HER2 других каких-то убедительных данных по другим типам опухолей на сегодняшний день мало на этом спасибо за внимание благодарю есть время на один вопрос презентацию хотелось бы услышать ваше отношение к двухнедельному тесту на гормон чувствительность Митчелл-Доусет когда тамоксифен назначает в течение двух недель до оперативного мешательства смотрится уровень 67 поможет ли это каким-то образом вычленить группу прежде всего люминального HER2 негативного рака молочной железы которым можно избежать назначения гормонотерапии спасибо итак двухнедельная проба в предоперационном периоде а потом БК-67 да-да-да вы знаете это интересный метод я считаю что он очень полезен для клинических исследований мы как раз используем его чтобы исследовать молекулярный ответ и выявлять пациентов которые будут или не будут чувствительно конкретному таргетному лечению с точки зрения клинициста вы знаете надо доказать на мой взгляд что использование таких методов и отбор пациентов на этой основе даст очевидное преимущество поэтому я думаю что за пределами клинических исследований на сегодняшний день таким пробам места пока еще нету а вот H67 оценивал один коллега из США я тоже не уверен что это убедительно в предиктивном плане потому что здесь конечно очень противоречивые данные да я с вами согласен на этом не знаю что что это я я не знаю Продолжение следует...